Так, к моему вопросу. Отец научил меня самоанализу. То есть, каждый раз, к уважаю, спать, я прокручивал весь прошедший день. Но уже позже, к тому же, научили и в Балашихе. Но была одна еще очень интересная вещь. У меня была серьезная травма. И врач, и врач, и врач заставил меня писать дневник. Естественно, анализируя речь, все эти вещи. Травма была, правда, серьезная. И уже позже я не поленился, перечитал всего Владимира Леви. И вот у меня вот такого рода вопрос. А вот что вы думаете о Владимире Леви Рас? Какова процентность самоанализа, особенно и самоанализ в дневнике и с молитвами? И насколько это эффектно с вашей точки зрения? Спасибо. Спасибо, Игорь Леонидович. Ну, Владимир Леви, человек, которого я уважаю. Но не во всем. То есть я не во всех позициях согласен с ним, хотя человек, который достиг в своем ремесле многого. Что касается записей в дневнике и самоанализа регулярного, это всегда должна быть привычка. То есть нужно выработать в себе привычку заниматься самоанализом. Не тратить на это много времени. То есть поначалу, когда вырабатывается привычка, приходится долго думать, пытаться понять все свои действия, мысли, слова. Все понять невозможно. Но настрой, установка внутренняя на самоанализ, она должна быть выработана. Поэтому если в течение месяца этим регулярно позаниматься, то потом, ну как бы автоматически, наш мозг, он будет включаться в ситуацию самоанализа без нашего, ну так сказать, усилия воли. Насколько глубоко нужно заниматься самоанализом? Вы знаете, это всегда, этот процент, он плавает. То есть невозможно определить, ну допустим, и регулярно 30% времени я буду уделять самоанализу. Это не тот путь. Иногда 90%, иногда 10%, иногда 5%. Поэтому здесь нет четкого, на мой взгляд, процента, который был бы оптимальным. Процент имеется в виду время, да? Раз в неделю, каждый день, 5 минут, ежедневно. Все зависит от того, с какой проблемой мы сталкиваемся. Потому что самоанализом можно заниматься чаще, если проблема достойна того. Иногда самоанализом намеренно нужно заниматься меньше. Иногда не нужно думать, нужно просто расслабиться, отдохнуть. И вот как в православной церкви практикует эсихазм, практика такого молчаливого созерцания духовности и Творца, вот точно так же и по жизни. Придаться созерцанию. Просто смотришь на звезды, смотришь на воду, на огонь, не озадачиваясь какими-то серьезными мыслями. То есть нужно исходить из конкретных ситуаций, поэтому я и рекомендую всем своим радиослушателям звонить мне по номеру телефона, если вы живете в Москве, 8 800 200 11 34, либо по скайпу, радио Теус, если вы живете в разных странах мира, и рассказывать о конкретной ситуации и ставить вопрос в связи с этой ситуацией. Тогда мы будем более продуктивно выбирать тактику поведения и решение проблемы. ДИНДОБРА